Что касается макроэкономического взгляда на валютный рынок, то здесь есть одна достаточно стратегическая тенденция, которая, скорее всего, будет действовать весь 2016 год, а может быть и 2017, может быть даже и 2018 затронет, и достаточно много тенденций локальных, гораздо более краткосрочных. Долгосрочная тенденция заключается в том, что наблюдается сильная рассинхронизация действия Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. ФРС США начала смягчать монетарную политику еще в далеком 2008 году, и первый шаг в сторону реального ужесточения сделала в декабре 2015 года. А вот Европейский центральный банк начал свое количественное смягчение только 9 марта 2015 года. То есть рассинхронизация почти на 7 лет, что примерно соответствует чуть ли не целому экономическому циклу среднесрочному. Соответственно, вот эта рассинхронизация, скорее всего, приведет к плавному, но стратегическому движению валютной пары евро к доллару. То есть весьма вероятно мы увидим по европаритет, может быть, если ФРС продолжит повышать ставки даже 0,85 или 0,87, то есть в принципе те цифры, которые были характерны для евро в момент его появления, выхода на валютный рынок. И вот эта вот тенденция, она заставляет многих крупных инвесторов пересматривать свои планы относительно выхода на европейский и американский рынок, относительно распределения своих крупных валютных позиций, перекладывания из облигации одной страны в облигации другой страны. Это глобальная тенденция, которая, скорее всего, продлится еще достаточно долго. Единственный фактор, который, возможно, немножко притормозит это движение, это выборы в США, поскольку, несмотря на формальную независимость ФРС, все понимают, что так или иначе, принимая решение, главе ФРС придется оглядываться на то, что 2016 год — это год выборов, соответственно, действующая власть употребит все свое возможное неформальное влияние для того, чтобы притормозить цикл повышения ставок. Второй набор тенденций связан с конкретными валютными, конкретными странами и конкретными решениями, и будет действовать на гораздо более коротких временных интервалах. Но поскольку я являюсь специалистом макроэкономики, то не чувствую в себе достаточно сил, чтобы эти краткосрочные тенденции анализировать.